На границе Польши с Калининградской областью России началось строительство электронного заграждения. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский. Это будет очень современное заграждение, такое же, как на границе с Белоруссией. Будет множество дневных и ночных камер, датчики движения. Будет полный мониторинг всего, что происходит на границе с Россией, заявил министр. Всего на почти 200-километровом сухопутном участке польско-российской границы будут остановлены 3000 камер. Об этом говорят в пограничной службе Польши. Первые земляные работы начались вчера, буквально 18 апреля, у погранпункта Безледы. Строительство собираются завершить менее чем за полгода, к 30 сентября. И сейчас в нашем эфире появляется польский историк и политолог, заместитель директора центра диалога имени Юлиуша Мерушевского, Лукаш Адамский. Лукаш, здравствуйте, рады видеть вас в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Ну и так, Польша начала строить сейчас самое современное заграждение на границе с Россией. Что скажете о такой резервации страны-агрессора? Ну, знаете, это решение было принято не только под, можно сказать, впечатлением агрессивной и геносцветной политики России против Украины. Ну и в силу того, что Польша сама пережила такую гибридную атаку полтора года назад, правда, не со стороны Росейской Федерации, а со стороны Белоруссии. Когда Лукашенко пригласил мигрантов с Ближнего Востока и начал их переправлять через полско-белорусскую границу. Так что сейчас этот забор очень современный, который строится, должен дать больше чувство безопасности или большей безопасности. То есть, чтобы со стороны Калининградской области не было попыток гибридизации, то есть, например, используя мигрантов, чтобы не было там гибридизаций, чтобы вообще можно было очень значительно контролировать этот участок в границе. Кстати, похожие пас тройки осуществляют сейчас то, что на границе между Финляндией и Россией, между Латвией и Россией, то есть в принципе весь мир, который осуществляет Россию за ее агрессию и внутреннюю политику, который считает Россию источником всяческих угроз. Он старается оградить и буквально в прямом физическом смысле строит такие современные преграды. И знаете, Лукаш, еще о безопасности Польши хочется спросить. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник буквально вновь подчеркнул необходимость сейчас предоставления Украине всей военной помощи, заявив, что в случае победы Россия не остановится и может осуществить агрессию против другого государства. Вот, Лукаш, учитывая агрессивную риторику Кремля в адрес Польши, которую мы слышим сейчас постоянно, как вы считаете, Путин действительно мечтает о захвате новых территорий за пределами Украины? И может ли Польша оказаться первой в этой списке? То есть, насколько я ощущаю эту ситуацию, Путин и вообще российские руководства не столько мечтают о захвате территории Польши, а скорее о том, чтобы центрально-восточная Европа, даже та, которая сейчас находится в НАТО и в ЕС, Балтийские страны, Польша были некой буферной зоной между Россией и русским миром. И конечно в этой, в этой, в этой, в этой концепции, не только Беларусь, но и Украина являются страной полностью контролируемой Россией. Ну, чтобы Польша и паутыльские страны были неким буфером. То есть, чтобы любое решение касающейся внешней политики, оборонной политики могло быть принято при согласовании с Москвой. Это, я бы сказал, давняя мечта российской внешней политики. И мне это удалось этого добиться, конечно, в XIX веке, когда Польшого государства не было. И во время существования Польшой Народной Республики, но сейчас, к счастью этого нет. И поэтому они, да, в случай, абсолютно, как бы, разделяют мнение президента. В случай, не дай Боже, успеха России в войне против Украины, подкрепленная Россия, подкрепленный путинский imperialизм постарается, через, скорее всего, несколько лет, протестировать единство НАТО, протестировать, как действует оборона, как действует статья пятая. И, конечно, баутыльские страны и Польша в первую очередь будут поставлены таким риском. И поэтому, так, с нашей перспективы, с полской перспективы, так важно, чтобы эта война закончилась не столько перемирием, уже не говоря о победе России, а просто решительной победе Украины. Именно потому, что успех России, любой успех России, грозит повторением такой ситуации через несколько лет. И начало войны уже между Россией и Польшей и баутыльскими странами. А то, что Польшу ненавидят, это ясно. Стоит прочитать, например, твиты или там посты Медведева, который угрожает Польшу постоянно ядерным оружием. Стоит посмотреть на дискурс росийский, кстати, не только современный, а и от старого, еще с 90-го века, когда Польша считалась предателем славянского мира, предателем интересов славян, каким-то марионеткой раньше Франции и Англии, сейчас Вашингтона и источником всех угроз, которые идут на Россию и угрожают русскому миру. Так что поводы не любить или даже ненавидеть Польшу, конечно, есть, потому что эти люди в Кремле, они же думают прошлыми категориями и находятся под очень сильным влиянием росийской политической мысли. Да, именно поэтому, понимая будущее и осознавая любые угрозы со стороны России, сейчас наши страны-союзники, страны НАТО делают все, чтобы укрепить и свои силы. Мы знаем, что 17 апреля в Польше началась подготовка к одним из крупнейших военных учений. Называются они «Анаконда-23». Об этом сообщал министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, в учениях примут участие почти 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши и стран-членов НАТО и партнеров Альянса. Целью этих учений является как раз интеграция национальных командных структур и войск союзников в рамках достижения способности проводить стратегическую оборонительную операцию в условиях обычных и гибридных угроз. Лукаш, действительно, можно ли сказать, что вот эти даже учения – это сигнал России о том, что союзники готовы оказать горячий прием в случае необходимости? Ну конечно, это в какой-то мере это цель любого учения, чтобы не только проверить прочность и, можно сказать, эффективность собственных вооруженных сил, но и дать сигнал потенциальному агрессору. И тут точно это тоже сигнал по отношению России. Причем эти учения на контакте они в принципе регулярные, они имеют место каждых два года, но в этом году конечно очень крупные. И тут я обращаю внимание на довольно существенное изменение планов НАТО, если до войны, то есть до начала полномасштабной войны против Украины, которые страны НАТО имели проблемы, как защищать балтийские страны и допускали, например, возможность все временно территории этих стран. И даже часть территории Польши, в частности восточно-северной Польши, это часть, которая находится в какой-то мере между Белоруссией и Калининградской областью, может быть занята росыскими войсками, а потом освобождена только в ходе контрнаступления, то сейчас то, что под, в каучках, впечатлением росыского оккупационного режима в Украине, то есть под впечатлением этих всех варварств, которые там происходят, эта стратегия поменялась. Сейчас приоритетом является дать отпор потенциальному агрессору сразу в пограничной битве, так чтобы он не смог занять части территории Польши, потому что это угрожает deportациями, это угрожает масовым уничтожением людей, военными преступлениями, даже как мы в последнее время узнали, в Украине доходило до актов кастрации, отрезали головы, но никто этого не хочет повторить и не можно тоже населению объяснить, что в случае чего-то оно должно немного потерпеть под росыскими оккупацией. Нет, потому что эта оккупация противоречит всем конвенциям принятым еще в начале XX века, которые соблюдают цивилизованные страны. То есть росынская оккупация, то геноксидная оккупация, и поэтому планы поменялись, и поэтому тоже эти учения, эти учения, которые имеют место вблизи российской границы, но чтобы дать такой сигнал и самому проверить способность своих вооруженных сил. Да, Лукаш, вы знаете, в эти дни хочется также вспомнить и опыт Польши, и историю Польши. Мы знаем, что вчера, 18 апреля, маршем живых почтили память 6 миллионов жертв Холокоста в бывшем немецком концлагере смерти Освенцим, Аушвиз, Беркинау. Тысячу людей, мы видели эти кадры, прошли маршрутом, по которому нацисты гнали узников на смерть. В истории Холокоста эти перегоны стали известны как марши смерти. А сегодня другая, не менее важная дата. Сегодня 80-е годовщина восстания в варшавском гетто. Давайте сейчас посмотрим. Вот мы видим прямую трансляцию из Варшавы. Сегодня вспоминают жертв тех событий, тех дней. Давайте вместе с вами сейчас посмотрим сюжет, репортаж о событиях 80-летней давности и продолжим. Варшавское гетто было одним из самых больших в оккупированной Европе. Оно просуществовало с октября 40-го года до мая 43-го. На его территории размером всего в 300 гектаров проживало около полумиллиона евреев. И практически все они были уничтожены нацистами. На сегодня в Варшаве осталось лишь немного фрагментов с тех времен. Вот, например, как вот этот забор из красного кирпича. Он в свое время отделял территорию гетто от так называемой арийской части города. Выбраться из гетто было несбыточной мечтой. Внутри царили эпидемия тифа и голод. Жители гетто выживали только благодаря контрабанде. Под стеной проделывали небольшие подкопы, в которые могли пролезть только дети. Именно они могли раздобыть еды в городе и тайком от жандармов прошмыгнуть под стеной назад. Анна Ступицкая-Бандо носит звание праведницы народов мира. В Сороковом она вместе с мамой, та, когда работала администратором в канцелярии гетто, проносила еду для еврейских детей и спасала жизни. Мы проносили хлеб и мармелад и отдавали их очень бедной семье. У них было семь маленьких детей. Не помню их фамилии. Или Кравец, или Шефц. Мы каждый раз старались что-то принести. А однажды я помогла одной еврейской девочке сбежать из гетто. Лилиана Альтер, ее зовут. Мы до сих пор поддерживаем связь. И вот даже вчера с ней разговаривали. Вацлав Канблюм был узником варшавского гетто. Он один из немногих, кому удалось спастись. Сейчас ему 97, но каждый день за стеной он прекрасно помнит в деталях. Из нашего балкона был виден Умшлагплац. Там людей сортировали и отправляли вагонами в лагерь смерти, в Треблинку. Моя семья чудом туда не попала. Однажды нас схватили и привезли на Умшлагплац. У нас был дядя-пекарь. Он был очень богатым и жил с нами в одном доме. И он нас выкупил. Но 15-летний Вацлав вновь вернулся в гетто. Ведь там осталась его каща. А без этой девушки тогда весь мир парню был не в радость. Мне тогда было 16 лет. Молодой парень в таком возрасте мыслит совершенно по-другому. Влюбленным все-таки удалось сбежать. Но это была просто необычайная удача. Тогда жители гетто в вагонах просто тысячами свозили в лагерь смерти в Треблинку. Чтобы избежать такой участи для детей, медики больницы Бернсона и Баумана принимают отчаянное решение. Один абладешвагер, врач этой больницы, пишет в своих воспоминаниях, что после такого импровизированного совещания врачи больницы принимают решение отравить своих пациентов. И один абладешвагер проходит по бывшим классам школы, куда переезжает больница, с пипеточкой и дает грудничкам как будто лекарство. На самом деле это морфий в смертельной дозе. Дает морфий также подросткам, которым объясняют, что они заснут и будут чувствовать себя лучше. И по ее воспоминаниям дети действительно засыпают, то есть умирают еще до того момента, как в здание врываются отделы, уничтожавшие варшавское гетто. К середине 42-го из полумиллиона жителей гетто осталось около 60 тысяч. Давно готовящееся восстание движения сопротивления вспыхнуло и сорвало планы нацистов по очередной отправке евреев в Треблинку. Партизаны, слабо вооруженные в основном пистолетами и самодельными взрывными устройствами, практически месяц держали оборону. Но войска СС, авиации и артиллерии сравняли гетто с землей. Восстание в варшавском гетто было трагедией и стало одной из самых трагических страниц в истории Польши. Как польские восстания были основой польской идентичности, так они были и остаются основой израильской идентичности. Это наполняет нас надеждой, что даже в самых трагических обстоятельствах можно оставаться человеком и противостоять злу. В память о тех событиях во дворе дома той самой больницы Бернсона и Баумана, которая вскоре станет музеем, заложили капсулу времени с планами здания и свидетельствами очевидцев тех событий. Восстание в варшавском гетто остается символом еврейского сопротивления во время Холокоста и одним из самых важных событий в истории Польши. В эти апрельские дни на улицах Варшавы появляются тысячи нарциссов. Они расцветают не только на клумбах, но и на одежде простых горожан. Цветы, сделанные из бумаги, стали символом памяти о восстании в варшавском гетто. Марак Эдельман, один из выживших и последний руководитель восстания, каждый год возлагал цветы к памятнику героям восстания. Эта традиция жива и поныне, чтобы отдать дань жертвам варшавского гетто в Варшаву. В эти дни ежегодно приезжают люди со всех уголков мира. Спасибо нашему корреспонденту за этот сюжет. Лукаш, скажите, пожалуйста, вот вы как историк, как часто в эти дни сейчас проводите параллели между событиями тех лет и событиями сегодняшних дней? Ведь между расшизмом и фашизмом стоит знак по сути равно. Я исторические параллели проводил очень часто, хотя я вижу гораздо больше параллели между предыдущей политикой Советского Союза и Российской империи, а теперь еще и Россией чем между Германией и теперь еще и Россией. Это такие холокосты нету сейчас в Украине, а есть просто продолжение худших традыций российского империализма. И как это? Ну вот, например, во-первых, отрисание военных преступлений. Россия говорит, что в Буче произошла какая-то инсценировка, да, маскировка. То же самое Советский Союз делал по поводу катейского преступления. Я напомню, что в 40-м году по решению Советского подбора было принято решение о убийстве 22 тысяч польских военно-пленных и представителей польских элит, которые в 39-м году были арестованы советскими властями. А потом, когда в 43-м году, кстати, тоже недавно была годовщина, немецкие власти обнаружили остатки этих расстрелённых офицеров в Катени, то Советский Союз сказал, что мы, конечно, тут не причем, потому что сами Немцы их расстрелали в 41-м году, а то, что они сейчас, то есть в 43-м году, сделали, это какая-то инсценировка, чтобы создать клевету против Советского Союза. Когда мы видим, снова же, военные преступления российской армии, то всплывает тут Суворов и то, что войска Суворова сделали в Варшаве, в правопережной части Варшавы, в 1794 году, во время подавления такой последней войны Речи Посполите за свою независимость, в восстание Костиушко, войска Суворова вырезали, где-то 10-15 тысяч месяцев на Праге, то есть в этой правопережной части Варшавы. То есть дети, женщин и так далее. И росыские историки до сих пор оправдывают Суворова, а сам Суворов полудуется культом. Можно даже еще более отдаленные во временах паралели создать. Например, когда в цитараше с от 15-м году, росыская, московская армия заняла больший час исторической Литвы, в том числе и Вилно, то они город срегли, а раньше вывозили даже пяти, потому что таких в Москве не было. Ну и то, что сейчас росыская армия делает в Украине, то то, что такая грабеж. И поэтому эти исторические паралели тут с Кореей, все воумения возникают именно с политикой росыской империи и СССР. А то, что сейчас в Украине все называют расшизмом, я скажу, у меня лично есть сомнение в правильности использования этого термина. Потому что фасшизм был в принципе в Италии. Он отличался от нацизма, который был в Третьем Рейху. А то во время советской пропаганды все авторитарные режимы в Европе стали называть фасшизмом. И тут вопрос стоит, стоит в какой-то мере приравнивать преступления путинизма до преступлений Муссолини. Используя этот термин расшизм. И скорее всего показать, что такие методы ведения войны, как кастрация, как массовая депортация детей, как отрезание голов, то есть эти все ужасы, то они свойственны именно России, а не другим тоталитарным режимом. То есть у него вообще новая своя тактика и какое-то новое... Да, ну а смотрите, я бы не сказал, что новая. Она просто, та тактика, которая есть у России, она повторяет, она повторяет то, что раньше встречали с полской, украинской, литовской, белорусской земли. Но даже самые росыские земли. Мало кто помнит, что на премии Иван Грозный вели уничтожить город Новгород. Он, что росынский, великий Новгород, он находится в России, а в 1871 году, литовом, во время опричнины, такие палачи Ивана Грозного уничтожили, убили несколько тысяч мещан великого Новгорода. Это, я бы сказал, это в какой-то мере показывает, что Россия, она в цивилизационном смысле отстает. Отстает и применяет методы, которые в Европе, но с 17 века точно не применяется, потому что это государства между собой ведут войны, а не цивильное и гражданское население. Лукаш, и еще скажите, что вы отметите в поведении сейчас и политики Беларуси, которая тоже подыгрывает и России в отношении Украины и уничтожает те же польские памятники, которые находятся на ее территории, буквально последний случай, это в Гроднинской области был уничтожен памятник один с памятной надписью о бойцах 5-й Вильнюсской бригады Армии Краевой, погибших в январе 44-го года. Беларуский режим очень зависит от России. Он, конечно, хотел бы в какой-то мере дистанцироваться от агрессии, от войны. Он не может, потому что юридически отвечает за то, что предоставил свою территорию российским войскам для нападения и что помогает сейчас агрессору. Плюс, что еще важнее, сам Лукасенко, он лично человек глубоко советского менталитета. И он искренне, мне кажется, верит в то, что эта история Беларуси, которая преподавалась в советское время, она единственное правильное. И что Беларусь это то, что есть час русского мира. И поэтому он считает католицизм, полское меньшинство в западной Беларуси, а там живет по крайней мере 300 тысяч поляков, в стране, которая 39 миллионов людей, угрозой для идеологической основы своего режима. И Лукашенко затем, когда отношения между Беларусей и Польшей были очень плохие, потому что эти отношения были или плохие, или очень плохие. Когда были плохие, он воздерживал от таких действий, а когда были очень плохие, то тогда уничтожаются полские памятники, даже кладбище, тогда берут в заложники деятелей полского меньшинства в Беларуси, как например Андрея Почобута, которого я лично знаю, дружил, то полский журналист, который не так давно получил за свою позицию, мне кажется, 10 или 11 годов тюрьмы. И потому то, что в беларуских школах вся история, я бы сказал, представлена в виде, который напоминает какую-то карикатуру историю. То есть конечно, я осуществляю все эти действия беларусского режима, но не могу сказать, что они меня удивляют. Это просто столько же уже этого произошло, что это не есть, к сожалению, новость для поляков, что Лукашенко старается вести борьбу с памятниками и с мертвыми людьми. Лукаш, расскажите, как вы считаете, изменятся ли отношения в будущем между соседствующими странами, в частности Беларуси и Польши? Ну конечно, потому что я не верю в то, что Лукашенко и Путин будут вечно живы, что в Кремле начали какой-то эликсир, да, имперской бессмертности. И раньше и позже произойдут изменения. В самой России и в Беларуси. Беларусская опозыция прямо, что осуществляет действия режима. Даже умеренный час номенклатуры высылает, отправляет сигналы, что мы понимаем, что у Александра Григорович не все делает правильно. А Гаспарза Тихановска подписывается по этой большой истории, которую Поляки, Украинцы и Литовцы признают за свою. То есть она, 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 то, что осуществляет действия Российской Федерации, но может быть не так радикально, как бы хотелось, но эти осуществления есть. Костюш Кайновский, руководитель Январского восстания на территории исторической Литвы. Является белорусским национальным героем. Костюшко, о котором я сегодня уже говорил, кстати, тоже. Так что это вопрос времени, когда, мне кажется, Беларусь повернется в круг стран, которые можно назвать цивилизованными. Лукаш, спасибо вам большое за ваши комментарии, за ваше мнение. Спасибо, что нашли время для Фридома. Лукаш Адамский, польский историк и политолог, заместитель директора Центра диалога имени Юлия Ушемерушевского, был с нами в эфире Фридома.